Стоп-Пирамида – специальный проект канала Финверсия ТВ. Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. В центре внимания проекта – недобросовестные практики или обман на рынке финансовых услуг. Всем здравия! Добро пожаловать на Стоп-Пирамиду – канал повышения личной финансовой безопасности. Подбужден? Вооружен? Поехали! Вместе против мошенников. Стоп-Пирамида и Финтьютер – проводник в мире финансов. Ссылка в описании. Сегодня в Стоп-Пирамиде. Смерть – это только начало. Стоп-Пирамида уже рассказывала про пирамидальную деятельность фонда Амир Капитал. Ссылка в описании. Фонд Амир Капитал – это черная крипто-дыра и его идейный вдохновитель и по совместительству крипто-отец Марат Манбаев. Мы говорим Амир Капитал, подразумеваем Марат Манбаев. Мы говорим Марат Манбаев, подразумеваем Амир Капитал. Напомню, что уже три года как фонд Амир Капитал прекратил выплаты инвесторам. И Амир Капитал был благополучно включен в черный список Центробанка. Ссылка в описании. Казалось бы, возможно только одно негативное продолжение. Уголовное. Однако мы ошиблись. Неожиданно для всех, а особенно для горя инвесторов, пришло сообщение о смерти господина Манбаева. Это сообщение, как гром среди ясного неба, обрушилось на инвесторов. До этого были обещания по возврату долгов и даже были попытки зачислить на счета дополнительные средства. Правда, снять начисленное никто так и не успел. Но смерть первого лица привела к полной остановке работы всей системы расчетов кошельков и счетов. От лица фонда вместо живого и обаятельного Марата Манбаева стал выступать некий коррадиционный совет. В какой-то мере это даже сперва усилило сомнение инвесторов в факте самой смерти Манбаева. Уж очень мнимая смерть хорошо ложилась в историю о честном пирамидостроителе, которому только злая судьба не дала возможности рассчитаться с инвесторами. Действительно, большая редкость, что после трех лет скама организатор продолжал регулярно встречаться с инвесторами, рассказывать об очередных проблемах, о новых замечательных проектах и о скором благоволучном возврате денег. Правда, все встречи, даже самые дружественные с хорошими новостями, организатор проводил на расстоянии. Все это время Манбаев проживал на берегу Персидского залива. Возможно, это тоже была мистификация. Эмираты хоть и не слишком быстро, но все-таки экстрадируют мошенников. Даже публикация в телеграмме сканов свидетельства о смерти Манбаева не развеяла сомнения в фиктивности истории. Ситуация стала меняться, пожалуй, когда для поиска и возврата средств инвесторам была выбрана компания The Digital Law Center. Компания оказалась единственным первым понятным событием во всей этой темной истории. Выбор компании логичен. Ее возглавляет один из наиболее квалифицированных и известных на просторах бывшего СССР юристов в сфере цифровых активов – Ермек Рустамберг-Углы. Кстати, два года назад Ермек выступал на нашей конференции территории финансовой безопасности. И его выступление о формировании системы цифрового права в Казахстане оказалось одним из самых интересных и информативных на самой нашей конференции. Также нам удалось взять интервью у Ермека в рамках проекта «Что делать?» в самый сложный период начала СВО. Очень интересное интервью. Посмотрите, если еще нет, ссылка в описании. Так, анализ криптонаследия господина Мэмбаева перешло в серьезное расследование, которое может привести к очень интересным результатам. Я далек от мысли, что результатом этого расследования может стать возврат всего украденного у инвесторов. Амеркапитал – это финансовая пирамида с довольно сложной структурой, которая неоднократно менялась. Отмечу, что компанию Ермека привлекло не сообщество пострадавших инвесторов, а некий кондиционный совет, семья и некая группа инвесторов. Привлекли они юридическую компанию за живые деньги, и конкретные задачи ставили именно эти люди. Полагаю, что в первую очередь естественной будет защита интересов самих заказчиков. Однако публичность процедуры расследования делает его интересным и для других инвесторов. В конце концов, основная задача для юридической компании сегодня просматривается достаточно ясной. Провести ревизию цифрового имущества, усопшего афериста и обязательств. А также определить правовые механизмы, которые дадут возможность возмещения ущерба или получения доли имущества, если речь идет о родственниках, которые могут оказаться наследниками. В конце июня Ермек Рустенбек выступил на онлайн-встрече с инвесторами, организованной Коэриционным советом. На встречу участие приняли еще несколько человек. От имени родственников вступала Гульнара Менбаева, мать пяти детей Марата Амировича. Формально с ним она в разводе с 2009 года и вряд ли может по закону считаться наследницей имущества усопшего афериста. Она имеет статус официального представителя детей. По всей видимости, она же будет также представлять интересы матери Марата, которая, несмотря на семейный разрыв, проживает вместе с Гульнарой. Бывшая супруга заявила также, что у нее давно самостоятельный бизнес. Главный мотив ее участия в работе Комиссионного совета – очистить имя Марата Менбаева. Вторым героем онлайн-встречи стал доверительный управляющий Долюдбек Сейпиев. По информации в интернете, Долюдбек Тлеуджанович Сейпиев возглавляет казахстанское ТО «Арбитражный экономический суд». Найти какую-то дополнительную информацию о нем нам не удалось. Первое выступление управляющего было довольно лаконичным и даже осторожным. Он обозначил, что все работы по поиску и распределению активов между инвесторами будут проводиться в строгом соответствии с законодательством. При этом господин Сейпиев отметил, что он как незаинтересованное постороннее лицо представляет интересы родственников Менбаева. Одной из важнейших проблемных зон в поиске и легализации активов Менбаева будет расследование деятельности менеджмента компаний и лиц, с которыми он непосредственно работал в последнее время. На эту проблему также указал и Ермек Рустамбек. Похоже, эта группа людей в наименьшей степени замотивирована в успехе какого-либо расследования. А расследовать, безусловно, есть что. Как отметил Ермек, нужно разобраться в работе сложного конгломерата компаний, созданных господином Менбаевым в разных странах мира. Всего их насчитывается более 20. Но реальную, зафиксированную в отчетности деятельность, вели, по всей видимости, только 4 из них. Юридической компанией был проработан вопрос о принятии родственникам Менбаева его наследства. В конце концов, юристы рекомендовали семье вступить в права на наследство. Рекомендация выглядит, на первый взгляд, мягко говоря, рискованной, если учесть, что принятие наследства означает и принятие долгов. В данном случае это уравнение со многими неизвестными. Возможно, компания Ермека Рустамбека удалось посчитать риски, иначе вряд ли она могла бы публично сделать оптимистическую рекомендацию родственникам. Впрочем, Ермек в своем выступлении сделал важное пояснение для инвесторов-оптимистов, которые решили, что теперь можно свои требования предъявлять к детям Менбаева. Предъявлять требования можно только в том случае, если долг оформлялся на самого авантюриста. По долгам же компаний их создатель и руководитель не отвечают, поскольку они были созданы в форме юридических лиц. Хотя персональные обязательства, личные расписки о принятии денег под личное управление Менбаевым также, вероятно, существуют. По крайней мере, об этом говорили инвесторы. В общем, многое неизвестное еще впереди. Но одно можно сказать наверняка. Ни один из участников сложного наследственного процесса вряд ли сможет сегодня знать, чем все закончится. Дополнительную неопределенность, а, соответственно, интригу, создает следствие, которое ведется в Республике Казахстан. Следствием, в частности, изъяты личные гаджеты авантюриста и арестованы некоторые активы. Еще одним участником встречи с инвесторами была Светлана Дивейка. Светлана вместе со своим супругом Антоном много лет вели занятия по финансовому развитию. Основная часть советов, которые давали своим ученикам коучи из Сибири, были вполне разумными и, вероятно, полезными для аудитории. Однако, с какого-то момента они стали подыгрывать авантюристу Менбаеву. Возможно, они сами вложили определенную часть средств в Амир Капитал. В последние месяцы Светлана ввела на YouTube регулярные встречи, интервью с Маратом Менбаевым под названием Амирэка. Какую роль Светлана Дивейка играла в кондиционном совете, нам неизвестно. Ее тесная связь с Менбаевым и Амир Капиталом может быть следствием того, что действительно семья коучей слишком доверилась обаятельному криптоавантюристу и вложили в фонд значительные средства. А после скама пирамиды стали работать на то, чтобы запустить ее заново и тем самым спасти часть капитала. Может быть и более простое объяснение. Не было никаких вообще особых вложений, просто в определенный момент Марат Амирович решил привлечь к сотрудничеству людей, умеющих убеждать богатых, но не слишком осторожных в инвестициях россиян. Точно так же непонятно, насколько в данном случае госпожа Дивейка сегодня кровно заинтересована в розыске активов Менбаева. Впрочем, несмотря на захватывающий сюжет, который разворачивается вокруг одной из крупнейших криптопирамид, пока в трагикомедии почти сплошные вопросительные знаки. Создание Координационного совета, который пытается найти и легализовать какие-то активы, скорее всего означает, что активы есть, причем в отличие от большинства иных мошеннических пирамидных схем, эти активы не исчезли. Возможно, частично были потихонечку прикарманены разными людьми команды Менбаева. Именно поэтому Ермек Рустенбек и Даулитбек Сейпиев акцентировали внимание на то, что значительные усилия приходится тратить на то, чтобы получить информацию от бывших сотрудников фонда и доверенных лиц Марата Менбаева. Для инвесторов это открывает неожиданный дополнительный шанс на получение информации о том, куда ушли их деньги. Не факт, что это позволит вернуть хоть копейку из потерянных сотен тысяч или даже миллионов рублей, но шанс появляется и грех им не воспользоваться. В рамках легальных процедур надо принимать участие в расследовании, представлять необходимую информацию о собственных требованиях как Марата Менбаева лично, так и так называемому фонду Амир Капитал. Но это, повторюсь, шанс дополнительный. Основной шанс для пострадавших инвесторов – это расследование правоохранительных органов Казахстана и России. Сотрудничество с Координационным советом, если он действительно обретает полноценную законную форму, ничуть не противоречит полицейскому расследованию. Несколько дней назад состоялась еще одна онлайн-встреча с инвесторами с участием Ермека Рустамбека и Даулета Сейпиева. Особых новостей она не принесла. Поиск активов продолжается. В первую очередь в победенных Арабских Эмиратах, Эстонии и США. Именно в этих странах создавались основные элементы пирамидальной схемы Марата Менбаева. Именно там юристы полагают, есть шанс найти следы, собранных с инвесторов десятков миллионов долларов. Отвечая на вопросы инвесторов, Ермек отметил, что в ходе расследования не обнаружено никакого подобия бизнеса, никаких следов корпоративного управления, каких-то органов управления вообще. Нет никакой информации о трейдерах, которые должны были генерировать доход в этой криптоимперии. В общем, все, о чем говорил Марат Менбаев, было фикцией. Была просто большая финансовая пирамида. Кто, кроме господина Менбаева, присваивал деньги горе инвесторов? И где эти деньги сегодня? Именно этим занимается Ермек с Даулетом и, надеюсь, что правоохранительные органы тоже. Стоп-Пирамид будет внимательно следить за этой захватывающей историей. Продолжение следует. Предупрежден, вооружен. Пока. Ваши права нарушены? Вас обманули? Вы видите признаки мошенничества? Вы можете обратиться в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Стоп-Пирамида – специальный проект канала «Финверсия ТВ». Соорганизатор проекта – Ассоциация развития финансовой грамотности. Проект не берет на себя право однозначно заявить, что тот или иной участник финансового рынка является мошенником. Наша задача – обратить ваше внимание на признаки недобросовестности или прямые нарушения требований законодательства и регулирования в соответствии с критериями Банка России. Ассоциация развития финансовой грамотности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова